Всех приветствую на моем канале! У меня недавно, под последним видео, задали вопрос, как я поливаю подобного рода орхидеи. В данном случае это котлея, которая дает бутоны, но при этом она еще не укоренилась. То есть у нее только-только идет процесс укоренения. Какие-то корни, которые она успела нарастить, они уже закуклились. Два их было всего лишь, один и вот второй. И сейчас у нее активная фаза роста корней. Именно вот от основания нового роста видно, что горшок растет. Как я поливаю? Как вы можете знать по моим видеороликам, когда нет корней, я беру горшок по размеру корневой. Но в данном случае растение огромное, слишком маленькую мензурку нет смысла брать. Я беру горшок стандартный, один сантиметр. Заполняю его большую часть пенопластом. Заполняю корой, ниже покрупнее, вот видно, что покрупнее, потом помельче и сверху мох. Для того, чтобы растение более сговорчиво давало корни, желательно, когда их нету растения, желательно опрыскивать вот эту как раз-таки поверхность мха. Ну, периодически. Высыхает, опрыскал, высыхает, опрыскал. Могу еще подключить опрыскивание по листу. Ну, особенно если тепло, если, конечно, холодно, то лучше этого не делать. Когда уже наметится рост корней, и корни немножечко уйдут в субстрат, тогда можно и проливать из груши. Что я, наверное, сейчас вместе с вами и сделаю. Здесь у меня есть вода. Комнатной температуры добавила удобрение. Сейчас я добавила удобрение фирмы ГРОУМО 2020-2020. То есть сбалансированное. Здесь одинаковое количество азота, фосфора и калия. В принципе, будет нацелено как раз-таки и на рост, и на цветение. Что нужно сейчас этой котле. Я не знаю, потянет ли она эти цветы, потому что корней, как таковых, нет. Ну, в общем, что я делаю? Я вам сейчас покажу. Здесь есть поддон. Я вот так капельно, понемногу, помаленечку попадаю на новые корни. И смачиваю верхний слой. Все, что вылится в поддон, я солью. Мне нужно, чтобы смочился вот как раз-таки этот верхний слой, в котором сейчас у меня и находятся корешки. Конечно, первоначально приходится это делать довольно часто. Потому что просыхает все это быстро. Ветер в окно дует. Все просыхает очень быстро. Плюс втопление сейчас включено. Ну, в общем. Все. Остатки воды я сливаю. И оставляю так растение до следующего полива. И, как вы понимаете, такой полив будет происходить довольно часто. По мере просыхания верхнего слоя мха. И пока корешки активно-активно не оплетут хотя бы верхнюю часть зубстрата в горшке. Потом уже можно переходить и на замачивание. Ну, в общем, как-то так. Я вас благодарю за внимание. Всего вам доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok